Недавно мне посоветовали написать воспоминания о древолюционной Самаре, указав что и где в ней находилась. Следуя этому совету, я хочу проделать прогулку по Дворянской улице в ее главной части, от Алексеевской площади и до Струковского сада. А Волга все время другая. Течением сонно-влеком стою и слежу, не мигая за смутным чужим поплавком. Воспоминания, которые мы сегодня перелистаем, принадлежат Самарцу Николаю Палчу Аннаеву, внуку известного когда-то в городе владельца кумысо-лечебнице, европейской гостинице и строителя костела, превратившегося в кирху. Эти воспоминания Николай Павлович Аннаев писал в самом конце 70-х. Но путешествует он в них не по Куйбышеву 70-х, об Самаре 1912 года. Итак, возвращаемся на 109 лет назад. Утром погожего летнего дня 1912 года я, десятилетний мальчик в коротких штанишках, только что окончивший второй класс приготовительной школы и перешедший в третий, вышел из отцовской квартиры, расположенной слева от арки, в Челышевском доме под гостиницей Европейской. Сегодня это дом номер 79 по улице Куйбышева. Я отправился дальше, мимо дома Шабаевых. Здесь меня сразу же охватили звуки Алексеевской площади. Цоканье копыт, стук по булыжнику, колес извозчащих дрожек, звонки конки и долетающие откуда-то издалека звуки шарманки. Через несколько шагов, миновав Шабаевский дом, я увидел большую вывеску. Приготовительная школа для мальчиков и девочек, учрежденная Лялиной. Подворотня, над которой висела эта вывеска, вела в ту самую приготовительную школу, которую я посещал. А вот дальше, черным, по белому фону, были выведены огромные буквы Нотариус Смирнов. Позже я узнал, что этот самый Нотариус Смирнов был журналистом Самарской газеты и публиковал в ней свои стихи и очерки. В угловом помещении Шабаевского дома находилось также торгово-промышленное и мельнично-строительное товарищество Антон Эрлангер и компания. А перед домом на тротуаре стояла застекленная рама, в которой всегда находился какой-то чертеж, неизменно будивший мое мальчишеское воображение. На самом углу дворянской улицы под Шабаевский дом спускалась лестница, которая вела в подвальчик, который был ароматным царством фруктов и манящих серебряным блеском бомбочек, как назывались полые шоколадные шары, обернутые фольгой. Разбив бомбочку, из нее извлекали какой-нибудь предмет, например, свистульку или колечко. На мостовой, со стороны дворянской улицы, против входа в сквер виднелась важная фигура полицейского, наблюдавшего порядок. А по бокам от входа располагались стоянка легковых извозчиков и киоски. Слева круглый газетный киоск, а справа украшенный резьбой киоск в русском стиле, в котором продавались сладости. В глубине последнего, на виду у прохожих, орудовал его хозяин, армянин с черными усами. На плите он выпекал вафли, свертывал их в трубочки и начинял сбитыми сливками. Рядом с Антоном Эрлангером находился любимый мной пищебумажный магазин «Полиграф». Впрочем, располагавшийся совсем неподалеку отсюда, на Панской, магазин Головкина, был милее моему сердцу. А вот дальше находился кондитерский магазин Журавлева, где продавались чудесные винные ягоды и финики, уложенные двумя рядами в длинные коробочки. В кондитерской Жан, располагавшейся вот в этом доме, было два входа. Один из них вел в зал, где за мраморными стольками пили шоколад. А второй, собственно, в кондитерскую, за зеркальным окном которой всегда можно было видеть торты и висевшие на разноцветных ленточках пасхальные яйца, разукрашенные бисером. Еще дальше можно было видеть молочный магазин фирмы Бландова и музыкальный магазин Бема. В первом продавалось восхитительное сливочное масло, на каждом куске которого был запечатлен профиль коровы. Под огромным окном магазина Бема располагалось подвальное помещение, глядящее на улицу из глубокой канавы. Если присесть на тротуаре, то можно было увидеть, как в этом помещении специально обученные мастера производили сборку фортриана, которые поступали из-за границы в разобранном виде. А вот и дом с балконом, во втором этаже которого когда-то располагался электротеатр или биоскоп Beaumont Illusion. Биоскоп, в котором так чудно пахло грушевой эссенцией, который склеивали при разрывах кинопленку, где стрекотал во время сеансов аппарат и раздавались взрывы смеха публики во время показа комических картин. Несколько лет назад, проходя мимо бывшего биоскопа, читаем мы дальше в воспоминаниях Николая Павловича Аннаева, я увидел случайно свесившийся с балкона большой кусок материи с изображенной на нем красной пятерней и надписью «Отпечаток кровавой руки». Я догадался, что это была чудом сохранившаяся реклама фильма, который шел когда-то в этом биоскопе, уже давным-давно переставшим быть тем, чем он был сто лет назад. Дальше шли магазины. Ювелирные «Калманога Шварц», магазин Паскара Петерсона, в котором продавались разнообразные лампы и люстры. Фотография Васильева в этом же доме с двумя фотовитринами по бокам от входа. Универсальный магазин Христензена, в первом окне которого, считают памятника, выставлялась обувь, и непременными экспонатами были серебряные и золотые туфельки, напоминавшие сказочные зрелища, даваемые на сцене городского театра. На левой стороне улицы располагались два больших мануфактурных магазина – Степаново и Сапожниково. Здесь нужно сказать, что приказчиками в магазинах тогда были исключительно мужчины. И только в кондитерской Жанна роль приказчиков исполняли женщины. Перейдя в Анскую улицу, я вступал во второй квартал, на самом углу которого находилась дверь в магазин Покидышева. Кстати, на его даче наша семья жила в течение нескольких лет. Этот магазин и его витрины памятны мне еще и тем, что когда в биоскопе шел отец Сергий, в окнах этого магазина почему-то выставлялись кадры из этой картины. Этот квартал был необыкновенно привлекательным для меня, потому что здесь располагались три биоскопа – модерн, триумф и художественный. Никогда не забуду прекрасного оформления фойея последнего, в котором был сделан японский уголок, отгороженный тростниковым заборчиком и висевшим над ним японским же фонарем. На стене в этом фойе висела огромная красочная картина, вид с террасы, в которой разгуливали голуби. Дальше за художественным шли Гранд Отель и оптическо-оружейный магазин Неймана, возле которого над тротуаром висела огромная золоченая пенсне с синими стеклами. А вот на другой стороне дворянской, в доме с великолепной отделкой из камня, располагался винно-гастрономический магазин Егорова, в витринах которого всегда висели связки бананов и лежали апельсины. Кроме вина и фруктов, в магазине Егорова можно было купить конфеты, ящики с которыми встречали посетителей у входа. Кстати, значительная часть рельефной отделки этого магазина, как я узнал много позже, была изготовлена из камня каким-то ссыльным мастером. Перейдя Предтеченскую улицу, мы попадали в третий квартал, в котором мне особенно запомнились находившийся на правой стороне магазин американских товаров, где любая вещь стоила 25 или 50 копеек. Колбасная Дашкевича, в которой мама обычно покупала колбасу из чеснока, и Александровская публичная библиотека, находившаяся в том же доме, что и городской музей, в котором меня особенно привлекал художественный отдел. На левой стороне находились музыкальный магазин Чулкова, книжный магазин товарищества, огромное окно под вывеской Кромов, в котором были выставлены картины, писанные масляными красками, и шашлычная Эльбрус, внутренность которой, видная через окна, была отделана диким камнем, что должно было напоминать о Кавказе. Квартал заканчивался слева электротеатром «Унион», а справа большим книжным магазином в одноэтажном каменном доме. И вот я уже перехожу улицу Льва Толстого и оказываюсь в четвертом квартале. Читаем мы воспоминаниях Николая Павловича Аннаева и идем вслед за ним. Прямо перед собой я вижу цветочный магазин Решетникова, у входной двери, в которой стояли в катках два лавровых деревца, остриженных шапочками. Дом Клотта, который тоже находился в этом квартале, выглядел сказочным замком. А вот напротив него, на другой стороне улицы, стоял одноэтажный дом Ветрова, в котором располагалась редакция газеты «Волжское слово». еще дальше за домом Клотта находился Александровский каток, возле которого на столбах высился огромный щит с рекламными объявлениями, где рекламировалось печенье «Эйнэм» и продукция самарских торговых предприятий. На другой стороне улицы против катка выселись ворота Журавлевского механического завода и стоял Николаевский приют с церковью. На этом четвертый квартал заканчивался. Дальше начинался пятый, в котором находился Струховский сад и красивые дома Наумова и Крестьянского банка. Напомню, это была прогулка по Самаре 1912 года вместе с самарцем Николаем Павловичем Аннаевым, внуком человека, который много сделал для этого города и сохранившим в памяти и город, и живших в нем других людей, и другие запахи и звуки этого города. Ну а мы возвращаемся в год 2021-й и желаем вам хорошего лета. Вечерняя Волга навстречу идет, нарастает волна и старую русскую речью гортань серебристо полна. С вами был Михаил Перепелкин.